Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Гульшат Губайдулина. Студенты и преподаватели Казанского университета не понаслышке знают, как важно оказывать помощь людям, которые в этом нуждаются. Силами студентов, преподавателей и руководящего состава вуза была собрана и передана гуманитарная помощь участникам специальной военной операции. О том, как прошла церемония передачи, расскажем далее. В здании Института международных отношений прошел сбор гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в проведении специальной военной операции. В течение всего января сотрудники и студенты вуза участвовали в акции по сбору самого необходимого на передовой. Осуществление проекта стало возможным при поддержке Российского исторического общества и благотворительного фонда «Ярдам», устроившего сбор средств и в дальнейшем транспортировку груза. По словам сотрудников университета, подобные акции направлены не только на помощь бойцам СВО, но и для поддержки и укрепления боевого духа. Казанский университет, студенты Казанского университета, сотрудники нашего университета, также приняли участие в проведении этой акции. В течение всего января проходил сбор помощи. Сбор помощи мы организовали совместно с благотворительным фондом «Ярдам». И на полученные, на собранные средства мы смогли приобрести ту технику, то оборудование, которое необходимо бойцам. Это и печки для обогрева, это электрогенераторы, это ноутбуки, это необходимое техническое оборудование, обогревательные приборы. Все то, что сейчас в зимнее время наиболее востребовано нашими бойцами, что им необходимо. И таким образом Казанский университет, студенты и сотрудники Казанского университета приняли участие в этом благородном, нужном и очень важном деле помощи нашим бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Автопробег «Владивосток-Луганск», организованный Приморским отделением Российского исторического общества, прошел через большое количество субъектов Российской Федерации с целью сбора предметов первой необходимости бойцам специальной военной операции. Их путь пролег не по кратчайшему маршруту, а захватывает множество регионов нашей необъятной страны. Все это является отличным способом поддержать солдат на передовой, снабдив их всем необходимым, особенно в зимний период. У нас автопробег «Владивосток-Луганск», он организован Приморским отделением Российского исторического общества, при этом он поддержан многими региональными отделениями, и в те регионы, где отделения, скажем так, внесли наиболее существенный вклад, мы заезжаем специально. Если посмотреть по карте, мы заедем не по кратчайшему маршруту, а мы едем по тем местам, где действительно нам региональные отделения передают большую существенную помощь. Татарстан, сразу могу сказать, это очень существенный вклад, один из крупных, поэтому мы не могли сюда не заехать. На торжественной передаче гуманитарной помощи присутствовали Султан Нурудинов, директор департамента информатизации и связи, директор Института международных отношений Рамиль Хайрудинов и проректор по комплексной безопасности Решат Гузейров. Он отметил, что слова поддержки и желания помочь нуждающимся также выразил ректор Кафулинар Сафин, сказав, что эта акция – наша общая заслуга, а подобные проекты необходимо проводить на постоянной основе. Елизавета Газизянова, Резида Каримова, Николай Суховский, Универ Новости. В преддверии 14 февраля люди обычно делятся на три категории. Есть те, кто проводит этот день со своей второй половинкой, влюбленные гуляют, ходят в интересные места и заведения, обмениваются подарками. Другие предпочитают в силу обстоятельств или по своей воле проводить этот день наедине с собой и своими мыслями или с близкими друзьями. А третья сторона – нейтральные. Относящиеся к этой категории либо не считают 14 февраля праздником, либо просто не уделяют ему особого внимания. Для них это самый обычный день. О том, в чем особенность празднования Дня влюбленных в России и какие развлечения и подарки наиболее востребованы, узнаете в следующем сюжете. 14 февраля принято считать лучшим днем для неожиданных признаний в любви и оригинальных подарков, сделанных от всей души. Несмотря на то, что День Святого Валентина стал частью праздничной действительности россиян сравнительно недавно, лишь в прошлом столетии он активно завоевывает все новые и новые сердца. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. Во время правления Клавдия II император был убежден, что его главный враг – брак, так как именно из-за него солдаты думали о том, как прокормить семью, а не о славе империи. Но нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Как только его деятельность стала известна императору, Валентина приговорили к казни. Впоследствии он был канонизирован католической церквью. А уже чуть больше, чем через 200 лет, папа римский Геласиус объявил 14 февраля днем Святого Валентина. Мы знаем, что в преддверии 14 февраля повышается спрос на определенные категории товаров. В первую очередь это цветы, это конфеты, это рестораны и кафе. До 2020 года очень было популярно кино, но сейчас кино уступает свое место стриминговым сервисам. В каждой из стран Европы существует своя традиция празднования Дня Святого Валентина. К примеру, в Италии этот праздник называют сладким днем. Поэтому влюбленные дарят друг другу шоколад, различные конфеты и печенье в форме сердца. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась в подаче одной крупной фирмы по производству шоколада. У французов в этот день принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В России день влюбленных начали масштабно отмечать только в 1990 годах, следуя американской и европейской моде. 14 февраля обычно принято, как и во многих частях света, дарить друг другу открытки Валентинки, памятные подарки и ходить на свидания в кафе и рестораны. В российской культуре есть свой аналог Дня Святого Валентина. Это День Святых Петра и Февронии Муромских, как вы помните. И вот этот как раз день имеет полноценную историческую основу. Действительно, Петр и Феврония были мужем и женой. Действительно, Феврония происходила из простого рода. Действительно, они были женаты и при всей неоднозначности начала их знакомства, собственно, эта пара прошла испытания на прочность гонениями, потому что действительно это исторически зафиксировано в летописях Давыду Муромскому, перед смертью принявшему имя Петра. Собственно, боярство ставило выбор, либо он меняет супругу на более знатную, либо он, собственно говоря, отказывается от княжского престола. Он действительно сделал выбор в пользу супруги, отказался от престола. Этот праздник можно считать не только романтичным, но и прибыльным. Разговоры о Дне Святого Валентина в интернете резко возрастают еще с десятых чисел февраля. Тысячи людей начинают искать в интернете или носиться по магазинам в поисках подходящего подарка своим возлюбленным. Поэтому многие компании пользуются различными маркетинговыми уловками, чтобы дополнительно заработать на праздники. Наиболее распространены из них снижение цен на товары, выпуск отдельных линеек, предложение ко Дню Святого Валентина, предоставление подарка-сюрприза для каждого покупателя, рассылка виртуальных валентинок или розыгрыш приятного развлечения на двоих. И это только минимум. В январе происходит спад потребительской активности. После новогодних и рождественских праздников у нас не так много остается бюджета, и обычно потребление несколько снижается. Вот гендерные праздники, которые включают в себя 8 марта, 23 февраля и, наверное, 14 февраля, они немножко выравнивают ситуацию. Задумайтесь о том, 14 февраля это мужской или женский праздник. Или это относится и к мужчинам, и к женщинам в равной степени. На самом деле это чисто женский праздник, потому что цифры показывают, что деньги, которые тратят мужчины на 14 февраля, примерно в 5 раз больше, чем тратят женщины. Совсем не важно, есть ли у вас вторая половинка или вы свободны. Отмечаете ли вы день влюбленных или предпочитаете не уделять ему особого внимания. Стоит помнить о великой силе маленьких добрых дел. Кто знает, может именно в этот день случится какое-то интересное событие или знакомство с человеком, который подарит вам не только валентинку, но и свое сердце. Даже если у вас нет грандиозных планов, можно уделить время себе и делу, которое вам по душе. Ведь любовь к себе тоже имеет особое значение в нашей жизни. Именно с этого все и начинается. Кристина Отекина, Универновости. По статистике, сейчас на Земле более 50% людей имеют карие глаза. Но ученые утверждают, что 10 тысяч лет назад на нашей планете все люди были кариглазами. Генетики заметили, что ген карих глаз является самым сильным. Он побеждает гены, которые отвечают за голубой и зеленый цвета глаз. Однако все не так просто. Как оказалось, карих глаз, по сути, вообще не существует. А все люди на самом деле голубоглазые. Насколько правдивым является вывод ученых, узнавала наш корреспондент. Оттенок глаз зависит от радужной оболочки. Это особая структура, которая отвечает за контроль диаметра и размера зрачка. Она ограничивает количество света, которое через него проходит и достигает сетчатки. В свою очередь, радужка отвечает за цвет глаз человека. В зависимости от ее пигментации и того, как свет рассеивается, проходя через радужную оболочку, мы видим различные оттенки. Именно поэтому у некоторых глаза меняются вместе с освещением. При изменении яркости и угла падения лучей цвет может стать другим. Сама оболочка состоит из двух слоев. Передний слой называют мезодермальным, а задний – эктодермальным. Первый отвечает за то, какой оттенок принимают глаза. Чем больше там концентрации меланина, тем темнее глаз. В переглазах людей на планете больше, в основном 80%. Где-то 8-10% счастливчиков голубоглазых, 2% зеленые глаза. Бывает еще такая особенность, как гетерохромия. То есть по-разному откладывается количество пигментов в правом, в левом глазу. И поэтому люди бывают с разными глазками. Один глаз голубой, другой зеленый, например, или голубой и коричневый. Бывают еще у нас альбиносы. Есть такая категория людей, где у них и светлая кожа, и светлые волосы, брови, ресницы. Потому что отсутствует или практически отсутствует количество пигмента меланина в организме. И, соответственно, когда солнечный свет попадает на радужку, вернее, в глаз, то свет отражается от тонкой сетчатки, под которой находятся крупные сосуды, и глаза кажутся красными. Длительное время ученые изучали природу цвета человеческих глаз. В результате длительного исследования выяснилось, что у голубоглазых практически отсутствует пигментация верхнего слоя радужки. Из-за этого она отражает больше света, чем поглощает. Отраженные световые волны короче, поэтому они воспринимаются людским зрением, как голубой цвет. У кореглазых же этот слой сильно пигментированный, что позволяет радужке поглощать больше света. Из-за этого она и кажется темной. Однако нижняя часть радужки и у кореглазых, и у голубоглазых, и у зеленоглазых, и у сероглазых полна меланина. Это означает, что все мы по факту обладаем коричневыми глазами, и под синей радужкой скрывается темный цвет. Цвет глаз меняется, во-первых, при рождении. Доказано, что уже свыше 80% детишек рождаются голубоглазыми. Потом в течение нескольких недель, месяцев увеличивается отложение пигмента в радужке, и в зависимости от этого формируется тот или иной цвет радужки. То есть, например, сероглазые детки уже в году определились все, что они остаются сероглазыми. Дальше количество пигмента меняется, и синеглазые детки у нас примерно к полутора годам уже остаются синеглазые. Те детки, у которых корей глаза, немножечко со временем увеличивается количество пигмента, и к трем годам формируется уже основной цвет. Но нужно отметить, что пигмент в глазу, он только коричневый. Его не бывает ни зеленого, ни синего, ни голубого. То есть, просто от того количества, которое пигмент откладывается в радужке, вот от этого формируется цвет радужки у нас. Также во врачебной практике существует мнение, что люди с голубыми глазами в темноте видят гораздо лучше. Исследования показали, что люди со светлыми глазами имеют в среднем на 20% больше палочек в сетчатке глаза, чем люди с карими глазами. Палочки – это светочувствительные клетки, которые отвечают за зрение в темноте. Однако разница в остроте зрения в темноте между людьми с разным цветом глаз невелика. В большинстве случаев люди с голубыми глазами могут видеть в темноте лишь на несколько метров дальше, чем люди с карими глазами. Кроме цвета глаз, на остроту зрения в темноте также влияют другие факторы, такие как возраст, общее состояние здоровья и наличие каких-либо заболеваний глаз. Сам цвет глаз, он на остроту зрения не влияет. Но вот есть такие нюансы, потому что острота зрения вообще зависит от того, как работает сетчатка и насколько прозрачны преломляющие среды. Роговица, хрусталик, стекловидное тело. Насколько хороша функция колбочек в центральной зоне сетчатки. Но действительно замечено, что люди со светлой радужкой, они лучше видят в темноте, потому что в условиях одинакой освещенности глаз поглощает больше света, и поэтому они немножечко видят лучше, чем темноглазые. Но с другой стороны, опять же, находясь на ярком солнце, светлый глаз поглощает больше солнечных лучей, и это опасно для сетчатки. У них чаще развивается центральная дистрофия сетчатки. Все люди, по сути, кореглазые, а оттенки радужки – это игра света, которая зависит от пигментации ее верхнего слоя. Изменить ее можно, однако не стоит забывать, что все цвета уникальны по-своему, и каждый имеет право на существование. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Резида Каримова, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Гульшат Губайдулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова